Всем привет! Сегодня много всего разного сахерба, давайте смотреть. Кокосовая стружка, такая вот крупная, хотя я бы назвала ее кокосовыми чипсами. Она не сладкая, очень хрустящая, обалденная, как в домашней граноле, так и на обычной овсянке. Я, например, добавляю ее к ореховому миксу, мне очень нравится ей похрустеть. Храню ее в холодильнике, потому что так она больше хрустит, безумно мне понравилась. Я думаю, что это будет один из лучших продуктов за 2015 год. Чай пуэр от фирмы Just Live, это скорее просто черный чай с намеком на эту дымчатость от настоящего пуэра. Думаю, что ценители настоящего чая сейчас смеются, потому что к элитному сорту содержимое пакетика вообще не имеет. Чай, конечно, приятный, черный, но не более того. Традиционный комплекс Омега-3, 6,9 для мужа, так как ни рыбу, ни льняное масло он у меня не ест. В общем, периодически пьет пилюльки. Тоже для мужа батончики вместо Аткинсов купили. Они почему-то не все доступны к заказу к нам, не знаю. Не очень-то понятно почему, но, в общем, полнейшее разочарование постигло нас. Муж сказал, что это похоже на пластилин с таким каким-то сладким легким вкусом и ноткой горечи. Я ему сначала не поверила. Он у меня достаточно привередлив в сладостях, но реально я попробовала и это пластилин. Это какой-то нереальный вкус, ты не понимаешь, что ты ешь. Есть горчинка, он слабо сладкий. В общем, абсолютно ужасно. Я его даже не проглотила, извините за подробности, я его выплюнула. Коробка пойдет в мусорку, так как мне даже стыдно это кому-то предложить. Чай брала в довесок, так как в посылку у меня больше ничего не помещалось. Раньше я его тоже пробовала. Это очень приятный черный чай такой. Это восточные пряности с апельсиновой цедрой. Если кто-то любит такие вкусы, то вполне возможно, то вам понравится. Чашки этот чай не окрашивает, это здорово. По акции брала этот крем за 1 доллар и отдала его свекрови. Состав у него вполне достойный. И если будет о чем рассказать, то вы узнаете об этом из другого видео. А это мой любимый гель для душа. Я мою ими ребенка, хотя сама ими тоже иногда пользуюсь. Делала я запас на зиму, хотя у меня стоит еще 2 такие большие бутылки. Цена, состав, количество и качество на высоте. Я уже неоднократно вам рекомендовала. Если кто-то пробовал, напишите мне, пожалуйста, свои отзывы под этим видео. Потому что я думаю, что многие разделяют со мной мою радость. Конфетки с ксилитолом очень классные. Я их все перепробовала. Были акции, до этого я брала. И вот эти я взяла сейчас. Такое приятное, освежающее фруктовое драже. Маленькое, хватит надолго. И баночка очень удобная, пригодится потом, например, для орешков. Шампунь от Джейсон, который обещает нам волосы более плотные, более объемные. Действительно, он придает небольшой объем, но по крайней мере я его чувствую на своих тонких волосах. Но состав у него не очень хороший. Я взяла его на тот случай, когда вот нужно на выход. Клинзер для лица. Я показывала его пару видео назад. Более подробно вы можете посмотреть в этом видео. Ссылочку я оставлю также под видео. Хороший гель для моей комбинированной кожи. Он очень подошел, поэтому я запаслась. Это один и тот же гель, просто почему-то у них разные упаковки. Состав идентичный абсолютно. Наверное, просто производитель сменил тюбик. Баловство и по совместительству моя любовь, это дистиллированная вода с эфирными маслами. До этого я брала ромашку постоянно, раза 3-4 уже точно. Но вот эта апельсиновая меня покорила еще больше. Это свежесть апельсина, это такое благоухание цветущего апельсинового дерева. Интересно, все знают, как пахнет цветущее апельсиновое дерево. В общем, классная вещь. Мне очень нравится. Единственное, что минусом и плюсом является то, что это стекло. Распылитель очень классный и хватает, в принципе, надолго, потому что вы не будете заливать лицо так сильно. Вам хватит буквально одного-двух пшиков. Ну и рисовая мука из коричневого риса. Не скажу, что она меня сильно впечатлила, но в веганские брауни она пошла очень хорошо. Рецепт этих брауни вы можете посмотреть у меня в инстаграм, куда я вас, собственно, приглашаю. Подписывайтесь, мне будет очень приятно. На этом все. Если это видео было вам полезно и чем-то интересно, не забудьте мне об этом сообщить. Пишите свои комментарии, я обожаю их читать. И всем пока-пока! Пишите свои комментарии.